У противника значительно повысился потенциал применения артиллерии. Стволы новые подъехали, подъехали новые боеприпасы. А я считаю, что нам надо переходить к решительным действиям. Мой подход очень простой, очень простой. То есть прям вот примитивный до потери сознания. Понятно. Я бы стер с лица земли. Одессу, Николаев, Харьков и Киев. И мы хладнокровно идем к вашему горлу. Вам этого не миновать. Это мы вам прямо заявляем. Это отряды Путина. Зетвайнкор Сладков нарекает, что ситуация на фронте просто ризко изменилась. А если еще три дня назад на один пострел ЗСУ припадало 10 российских, то теперь на три российские 20 от ЗСУ. Артиллеристы наши обнаружили, что на каждые три выстрела артиллерийских наших, ствольной артиллерии, противник отвечает 20 выстрелами со своей стороны. Резко возросла активность вражеской артиллерии. Резко. На три выстрела по 20 выстрелов. Причем в ходе контрбатарейной борьбы, украинцы мастера все-таки в этом деле, в ходе контрбатарейной борьбы огонь по интересующему их стволу нашему ведут с двух сторон. Можете себе представить? О чем это говорит? О том, что у противника значительно повысился потенциал применения артиллерии. Стволы новые подъехали. Подъехали новые боеприпасы. Дефицита у них нет. Они вот буквально 4-5 дней назад жаловали, что на один их выстрел мы делаем 10. А теперь наоборот. Три наш, 20 их нет. Труба. Плохо. Но деньги, которые им передают, они используют в качестве усиления своего боевого потенциала. Тим часом кремлівський пропагандист Владимир Салавьов кричить матом в эфирі на адресу представника Словачини, який наважився засумніватися у достовірності російської пропаганди. Здається, словаків на російському ТБ ще так не обережали. Але пропагандисти поспішили заповнити цю прогалину. І одразу після сербів взялися за інших слов'ян. Встаёт абсолютний, вот просто, во всех смыслах этого слова, человек с непонятной сексуальной ориентацией, Петер Станно. Ещё есть словак, позорить свой народ. Человек, о котором неизвестно ничего. И вот этот звенящий н***, этот ч*** какой-то, говорит, Евросоюз считает недостоверным, близко к нулевою достоверность информации из России. Иди, посмотри в глаза семьям убитых детей. Потім дивуватимуться, чому словачині теж рософобія та антиросійські настрої. А цей оскаженілий ведучий каналу Соловьо Флайв заявив, що загибель дітей на пляжі в Севастополі на совісті тих, хто впустую чертіл красной лінії, явно натякаючи на кремлійського диктатора Путіна. Вы даже не представляете, друзія мої, що у мене щас внутрі твориться, коли я думаю о тех дітях, які погибли на пляжі в Севастополі. Интересно, а вот эти люди, які чертили красні ліні зелёным фломастерам, вони понимають, що в житті тих дітей, в тому числі і на їх совість? На совісти говоривших, але не делавших? На совісти обіщавших, але не выполнивших? Ну да, ніхто з них здесь не спросят. За красні ліні, за обіщання, за центр принятия решень, за вот це все бла-бла-бла. Ну а там-то спросят. Там, за той чертой, куди ми все когда-нибудь попадем. І де вони встретяться з душами тех дітей, які сьогодні погибли? А що касається ось цих красних ліній, це з нашої сторони буде означати достатньо жорсткі дійси, а именно по тим центрам принятий решень, о которых я вже говорив, о которых ви упомянули. Постоянно висказуємо наші озабоченності по цьому поводу, говоримо о красних лініях. А ось іще діалог російських пропагандистів, один з яких кричить про необхідність помститися за мірне целі в Севастополі і Бєлгараді, знищивши при цьому дамбу на київському водосховищі. А я считаю, що нам треба переходити к решительним действиям. Мой підход дуже простой, дуже простой. Тобто прям примитивний до потери сознання. Ну понятно. Бросок перенеем. Нет. Сначала сбивати весь разведовательний контур, который наводит американське оружие на нашу територію. А вот второе. Снести все мосты через Днепр, разрушить все гидротехніческие сооружения, нанести удары по центрам принятия решений и спокойно прийти в Западню. Мои предложения вполне чёткие, вполне простые. Это уничтожить дамбу на київском водохранилище. Не только её. Ну так понимаешь, да, что... Я хорошо понимаю, что... Что левобережного Києва... И... Уже в 61-м году был там. И... Там только малые прорвали. Нет. И... Не, я ничего не говорю. Они Белгород утюжат. Они сейчас стали кассетами... Бить по городу. Бить по мирным целям. То, что в Севастополе вчера, а сегодня там по Белгороду. Я что, их жалеть должен? Три дня? Объяснить. Только надо понимать. Граждане, у вас три дня покиньте. Володь, київское водохранилище – это 4 кубокилометра воды. И... Это вода, волна до четвертого этажа. Да, да, да. Это все слетает. Да. А потом это заливается илом. Да. А ще блазань Соловьев закликав стереть земли – Київ, Харьков, Миколаев та Одессу. Тут меня упрекали, что я призвал уничтожить Харьков. Ну, дав, правда, сначала три дня на вывод всех жителей. А потом сказать, вот, будет уничтожен. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния, я бы стер с лица земли. Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Одессы и Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу. Наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. Но, здаётся, это уже мы чули и не один раз. Тем временем отряды Путіна, у которых полностью отсутствует психическое здоровье, вивчили книгу «Психологическая война», чтобы нарешті подобраться до горла американцев. Отряды Путіна очень внимательно изучили вот такую книжечку, что такое психологическая война. И я прям хочу вам зачитать выдержку из этой книжки. Давайте послушаем вместе. Если эта борьба угрожает тем, что нам и нашим детям придётся прожить жизнь в огромном напряжении и погибнуть в результате применения ядерного оружия, то возникает вполне закономерный вопрос. Что надо делать американскому народу вести нормальный образ жизни, не забивать себе голову вопросами о войне и мира, беречь своё психологическое здоровье, нервы и физические силы, чтобы выстоять в годину грядущих испытаний. Так что вы хотите, дорогие наши? Хотите, чтобы наша страна была такая вся вздёрнутая, вся такая на нервах? Нет! У вас это не получится! Нашу сплочённость никто никогда не может раздробить. И мы, хладнокровно, идём к вашему горлу. Вам этого не миновать. Это мы вам прямо заявляем. Это отряды Путина. Наверное, цікаво, где-то их чоловьи, сыны, внуки. Друзья, на этом ставим крапку. Обязательно пишите ваш комментарий и чекайте на следующий выпуск. Продолжение следует...